Всем добрый день, зовут меня Артем Мартынов, являюсь пресейвом компании Appymatic по северо-западному округу. Сейчас постараюсь кратко рассказать о новом продукте компании E-Link. Это облачный сервер видеоконференц-связи E-Link Meeting. Не нужно путать с другим продуктом этого вендора E-Link Meeting сервер, который, в свою очередь, находится не в облаке развернутого, а устанавливается непосредственно на ресурсы заказчика. Хоть по многим параметрам эти продукты очень похожи. Основной функционал E-Link Meeting на сегодня, это, представлено на слайде, в принципе, возможность создания учетных записей для сотрудников и для переговорных комнат. Это регистрация как терминалов E-Link, так и устройств других производителей. Изначально этот продукт все-таки был, так скажем, разработан, заточен в большей части на десктоп. Мобильные клиенты E-Link Meeting свои, которые бесплатные, которые скачиваются с сайта E-Link Meeting. Также имеется поддержка технологии WebRTC по аналогии с YMS, с помощью которого возможно подключение к совещаниям через браузер сотрудников удаленных пользователей. При регистрации на сервере терминалов E-Link с помощью специальной лицензии E-Link Room пользователям доступны ряд преимуществ. Например, в принципе, о них попозже скажу, но одно из них — это автоматическая загрузка записной книги непосредственно на терминал. Также для подключения сторонних устройств есть специальная лицензия Room Connector, которая позволяет подключать сторонние терминалы по открытым протоколам SIPA 3.2.3. Платформа E-Link Meeting умеет записывать проводимые конференции в облако. Аналогично E-Link Meeting серверу имеется функционал модерирования, то есть управления конференцией непосредственно во время ее проведения, чем занимается администратор, модератор конференции. Доступен функционал совместной работы, по традиции у всех продуктов. Во многих продуктах E-Link — белая доска и функционал аннотации на презентации. Есть поддержка технологии SVC, по ней, в частности, работают программные клиенты. Благодаря этой технологии есть возможность выбора раскладки на конечных устройствах, не только модераторам, то есть в комнате модерирования, но и на самих конечных устройствах. В данный момент в мире развернуто три сервера платформы E-Link Meeting, которые находятся в трех странах — это США, Германия, Китай. Мы, как европейская страна, используем серверы в Германии, а именно в городе Франции. Немножко расскажу про опции, которые у вас доступны непосредственно во время самой конференции. Это качество видеопотоков, качество картинки Full HD. Для продукции E-Link, для терминалов E-Link, для программных клиентов доступна такая функция, как подключение в один клик, MeetNow, так называемый. Имеется возможность демонстрации рабочего экрана своего устройства, имеется запись на облако, доступно в зависимости от разных бизнес-планов, доступно подключение одновременно до 500 участников конференции. В принципе, Владимир дальше про это подробнее расскажет, про бизнес-план. Немножко пару слов о лицензии E-Link Room, отдельная лицензия в этой платформе, которая дает возможность использовать функционал, весь функционал из продукта E-Link Meeting Server, а именно это автоматическая загрузка записной книги, зашифрованное соединение с сервером, создание мгновенных конференций при помощи всей той же кнопки MeetNow, высокое качество видео. В принципе, в линейке видеоконференц-связи E-Link уже зарекомендовался хорошим качеством, в том числе благодаря большим наработкам в плане звука, передачи аудио, ну и, например, таких технологий, которые доступны в E-Link терминалах, как компенсация до 30% отзеленных пакетов. Простое разворачивание решения, то есть для установки необходимо всего лишь три поля заполнить, это логин, это пароль и адрес сервера. Основная идея компании E-Link – это использование программных клиентов, в E-Link Meeting. Доступна загрузка как на ПК, так и на мобильные телефоны, то есть есть поддержка таких операционных систем, как Windows, macOS, Android, iOS. Для всех них есть программный клиент. Интерфейс этого клиента отличается немного от E-Link Visi Desktop, который мы используем для участия в конференциях, проводимых на платформе E-Link Meeting сферы. Но по заверению E-Link, производителя, в скором времени такой продукт, как Visi Desktop, будет выглядеть, в принципе, точно так же, как E-Link Meeting, как клиент E-Link Meeting. На экране пример интерфейса клиента. Сейчас он только на английском языке, поддержки русского на данный момент, к сожалению, нет. Русского языка нет как в программных клиентах, так и на интерфейсе самого сервера, то есть через браузер, в личном кабинете, так скажем, администрации. На этом слайде представлена главная страница администратора, тот, кто непосредственно управляет конференцией, управляет конференцией, управляет аккаунтами сотрудников компании. В левом углу показан Enterprise ID, в данном случае Appimatic. Этот ID уникален для каждой компании, поднимет цифры. Эти цифры, они у каждого свои. По нему в дальнейшем вендор будет привязывать оплаченные тестовые лицензии. Например, конкретно в этом примере мы видим, что доступны лицензии на 10 хостов, то есть 10 сотрудников компании после создания аккаунта для них будут иметь возможность создавать неограниченные по времени конференции. Если лицензия же не привязана к сотруднику, вот это 10 хостов, то владелец аккаунта конференцию он создать, конечно же, сможет, но по времени она будет ограничена в 40 минут. Во многом напоминает такую известную платформу как Zoom. Далее лицензии Link Room License, ну, как уже сказал ранее, лицензия для подключения терминалов, устройств E-Link. Есть лицензия E-Link Room Connector, которая как раз таки позволяет подключать сторонние устройства по открытым протоколам SIP H323. Отдельная лицензия для вебинаров, для проведения вебинаров. Отдельно лицензируется запись, возможность записи конференций. Ну и ниже также отображена информация по статистике, по нагрузке на сервер. Это, в принципе, такое же меню, такая же статистика можно было вывести на платформе E-Link Meeting. И если пользователь регистрируется на сайте E-Link Meeting, ему, соответственно, присваивается Enterprise ID. Ну, грубо говоря, он становится администратором компании. И далее уже он непосредственно со своего личного кабинета администратора создает аккаунты для своих сотрудников, создает аккаунты для приговорных комнат и, соответственно, привязывает их к терминалам, которые установлены в этих комнатах. При создании аккаунтов администраторы указывают следующую информацию. Вот видно справа окошко создания нового юзера. Это имя сотрудника, пол, департамент. Ну, чтобы было понятнее, наверное, какой-то отдел компании, например, технический или отдел продаж. И, соответственно, может в этом же окне привязать ту самую лицензию, позволяющую создавать неограниченное правление конференции к этому сотруднику. После создания аккаунта новый сотрудник, которого создал администратор, он получает сообщение на электронную почту свою, где подтверждает создание своего аккаунта и придумывает для себя, вводит свой личный пароль. Здесь маленько уже отличия пошли от E-Link Meeting сервера, где пароль для пользователей устанавливает сам администратор. Здесь сам юзер правит для себя придумать свой пароль. Отдельно хотелось бы сказать про раскладки продукти E-Link Meeting. Они, в принципе, схожи во многом с раскладками, которые использовались в IMS. Но появилось ряд дополнительных раскладок. Вот внизу в складке дополнительный режим они представлены. Раскладки 2 плюс 0, 3 плюс 4 плюс 1, 2 плюс 8, 1. Но есть минусы, по моему мнению. Например, в продукте E-Link Meeting нет такой, скажем, раскладки плитки 7 на 7. На момент создания этой презентации ее точно не было, но буквально в конце прошлой недели я видел, что E-Link уже в следующем обновлении он планирует эту раскладку ввести. То есть, соответственно, так же как в IMS станет доступен одновременный вывод на экран до 49 участников. На данный момент только 36 можно было вывести. Есть в E-Link Meeting встроенная поддержка стриминга на ту же платформу YouTube через RTMP-потокол. Как ее запустить, то есть запускается она очень просто. Во время самой конференции лектор или администратор, модератор, он нажимает кнопку Mo, как показано на скриншоте, и запускает стрим на платформу YouTube. Что касается безопасности, то есть помимо стандартных протоколов шифрования, протоколов безопасности, в продукте E-Link Meeting появляются такие новые, скажем, фичи, новые функции, как возможность использования ватермарок при демонстрации контента. Что нам это дает? Дает нам то, что тот, кто показывает презентацию, он, в принципе, каким-то образом защищает себя от копирования этих презентаций, от скриншотов недопланированных. То есть появляется водяной знак на презентации во время ее трансляции. Также во время конференции, нажимая на кнопку Mo, есть возможность управлять доступом и другими разрешениями для всех участников конференции. А именно, это управление настройками трансляции контента, это возможность, то есть можно дать, можно забрать возможность делать аннотации на презентациях тем или иным пользователям. Во время проведения вебинара доступна функция поднятия руки и предоставление, соответственно, модераторам права голоса. А также имеется, так называемая, комната ожидания. Появляется она в рентмитинг, куда попадают участники сразу после подключения конференции. Но, так скажем, попадают не в саму конференцию, а в комнату ожидания, где администратор, модератор или лектор сначала удостоверяется, то что этот сотрудник должен присутствовать на этом вебинаре и, соответственно, дает доступ сотруднику, то есть переводит его непосредственно в саму конференцию сотруднику или партнеру, либо к какому-то удаленному участнику. Ну, вот еще хотелось бы пару слов сказать про новый режим вебинара. В последнем обновлении E-Link Meeting, который анонсировали в конце прошлой недели, функционал вебинара значительно расширился, на мой взгляд. Появились такие функции, как возможность изменять темы или фон платформы вебинара. Ну, соответственно, для разных аудиторий, для целей проведения, можно выбрать свой фон, свою тему. И появилась возможность отслеживания статистики по участникам, то есть по регистрациям, по приглашениям на вебинар. Появилась возможность закрепления в чате часто повторяющихся вопросов. Эта функция стала доступна. Добавилась возможность проведения опросов прямо во время вебинара. В этом опросе будет доступна и статистика, голосование, и также возможно вывести результат этого опроса прямо во время вебинара. Подавляющее большинство, как у нас заметили, в функции WeLink Meeting, вендором этого не скрывает, делал по аналогии с такой платформой, как Zoom. Мы видим, что есть та же комната ожиданий, тоже управление контентом, есть чат во время конференции, вебинаров, очень схожи планы по продажам, про бизнес-планам, про которые Владимир в дальнейшем скажет. Есть такая лицензия, как E-Link Room, которая в Zoom, соответственно, называется Zoom Room, для сертифицированных устройств Zoom, в нашем случае это для устройств, но, к сожалению, пока нет русского языка, я думаю, что E-Link должен это исправить для русскоязычной аудитории. В плане взаимодействия с терминалами E-Link Meeting очень сильно похож на ОМС, особенно при взаимодействии с терминалами E-Link. Функционал, который доступен, в принципе, про него сказал ранее, это доступ к записной книге и, в принципе, другой функционал, и в дальнейшем этот функционал E-Link планирует расширять. В принципе, еще хотелось сказать, что E-Link на данный момент делает основной упор в развитии как раз-таки продукта E-Link Meeting, будет внедрять в первую очередь свои новые технологии, свои новые функции, в первую очередь будет внедрять в этот продукт. Поэтому, наверное, обновления, которые будут приходить, которые будет анонсировать вендор, мы будем видеть все чаще. Ну, в принципе, наверное, все, что хотелось сказать по этому продукту. Есть какие-то вопросы? Вопросов нет? Владимир, вам слово. Да, спасибо. Спасибо, Артем. Так, коллеги, давайте, значит, чуть-чуть подведем такой вот подыток, подсуммируем то, что рассказывал Артем, да, и вернемся к такой небольшой терминологии, да, к глоссарию небольшому. Да, значит, Артем рассказывал про хосты, это так называемые лицензионные пользователи. Это вот как раз лицензия на проведение конференции, в которой участник, этот хост, может, соответственно, планировать конференции с условиями того тарифного плана, который приобретен. Тарифных планов несколько, я чуть-чуть подальше скажу о них. Значит, участник — это тот, кто приходит в конференцию, которую создал хост или создал тот участник, у которого есть лицензия. Участнику, у которого нет лицензии, да, соответственно, для входа в конференцию не нужна учетная запись, не нужна лицензия, и вход его осуществляется бесплатно. Участники, соответственно, могут присоединяться в конференцию с настольного компьютера, там, мобильного устройства, планшет, а также и с терминалов. Терминалы — это могут быть e-link-овские или другие терминалы других производителей, которые поддерживают SIP и H323 протоколы. Соответственно, как, опять же, возвращаясь к технической части, с которой мы начинали, для подключения терминалов требуются лицензии, либо коннектор, либо RUM. Значит, теперь переходим к тарифным планам. Тарифные планы. Два тарифных плана. Начальный, free — это бесплатный тарифный план. И стандарт — это уже профессиональный тарифный план. Разрешают участие в конференции до 100 участников. Еще два профессиональных тарифных плана Business Enterprise разрешает до 300 участников в одной конференции. Enterprise может быть расширен до 500 участников. Итого мы понимаем, что у нас есть тарифные планы до 100 участников, до 300. Enterprise — это тарифный план, который позволяет расширить до 500 участников. Всего 4 тарифных плана. Соответственно, хост или лицензионный пользователь может организовывать неограниченное число конференций. Если у нас в компании есть сотрудник, которому требуется планировать отдельную конференцию, то, соответственно, для него должна быть куплена, заказана лицензия. Теперь давайте посмотрим по тарифным планам. Какая разница между базовым тарифным планом, free — это бесплатный, да, и профессиональными тарифными планами. Я думаю, что здесь тоже информация, она достаточно понятная, потому что аналогия практически там, ну, не стопроцентная, но очень-очень похожа на всем известный сервис Zoom. Тарифный план free может проводить неограниченное количество конференций один на один, так же, как в Zoom. Если у нас в конференции больше двух участников, то есть это три и более, то, соответственно, установлено ограничение те же самые 40 минут. Также в тарифном плане free нет возможности производить запись конференции. Соответственно, если у нас есть заказчик корпоративный, который недостаточно того пакета, который предоставляется тарифным планом free, соответственно, он уже выбирает между профессиональными платами, тарифными планами, и эти тарифные планы он уже может заказать у партнера Geolink. Как происходит оплата и срок действия тарифного плана? В Geolink сейчас на выбор не предоставляется никаких возможностей, существует возможность подписки на один год, то есть помесячно, поквартально заказать нельзя. Теперь по завершении годичного срока автоматическое продление не осуществляется. Но опять же полная аналогия, я повторяю несколько раз Zoom уже, точно такая же аналогия, то есть надо будет оформить заказ, подтвердить, произвести оплату. Что еще, на что хочу обратить внимание, что заказчик приобрел лицензию годовую, но по прошествии какого-то там периода, неважно, месяц, квартал, посчитал, что ему услуга не нужна, он хочет от нее отказаться и хотел бы вернуть деньги. В данном случае так не получится. Отменить подписку, вернуть денежные средства нельзя. Здесь по условиям договора пользователь приобретает лицензию на право использования программы Geolink, именно лицензию, поэтому он заплатил и, соответственно, уже год оплачен, вне зависимости от того, пользуется или не пользуется услугой конечной пользователь. Значит, теперь по документам. Условия обслуживания Geolink Meeting, они выложены на официальном сайте Geolink в общем доступе в сети интернет. Здесь показана ссылка, соответственно, если по этой ссылке мы с вами перейдем, то мы вот пойдем на страницу Geolink, где есть эти условия, а также и другие документы. Вот левый столбец, вы видите, здесь так называемый Help Center Home Page, домашняя страница помощника. Здесь вот выложены официальные документы Geolink, в том числе условия обслуживания. Давайте к процедуре. Как же начать пользоваться услугой? В первую очередь надо зарегистрироваться. Зарегистрироваться на сайте Geolink. Здесь приведена опять же ссылка. Я сейчас покажу, как это выглядит страница. Это будет следующий слайд. При регистрации создается аккаунт, и заказчик получает, соответственно, бесплатный доступ к сервису. То есть он автоматически становится пользователем с тарифным планом, бесплатным тарифным планом фри. Обращаю внимание также, что вот эти вот действия заказчик производит без участия либо партнера Geolink, либо без участия дистрибьютора IP-матики. И вот сейчас я открою следующий слайд. Это как раз вот скриншот страницы, которая показывает, как происходит регистрация. Вот вы видите, что, соответственно, регистрацию можно выполнить, как получить учетную запись. Для этого есть две возможности. Можно использовать мобильный телефон, либо использовать e-mail. Вот здесь открыта вкладка, когда мобильный телефон заносится. Потом дальше нажимается в квадратике галочка, что согласен конечный пользователь с условиями e-link по обслуживанию сервиса и частной политикой. Либо вот если там нажать на e-mail, соответственно, там место поля номера введения номера телефона будет поле для введения адреса электронной почты. И вот теперь шаг два – это когда конечный пользователь уже говорит о том, что мне недостаточно того пакета услуг, которые есть в бесплатном тарифном плане. Мне нужен уже профессиональный тарифный план. Соответственно, информация о пакете услуг, которые входят в эти тарифные планы, также представлена на официальной странице e-link в интернете. Я ее тоже сейчас покажу далее. А для того, чтобы, соответственно, российскому пользователю выбрать тарифный план, надо будет заключить договор с партнером e-link, оплатить этот тарифный план, передать данные аккаунта, который заказчик получил при регистрации первоначальной. Ну и, соответственно, после получения уже доступа к платным тарифным планам, подтверждается это документом, актом о предоставлении услуги. Ну, в данном случае там предоставление лицензии. Ну вот, вот так выглядит опять скриншот страницы e-link, где вот как раз указаны 4 тарифных плана и набор услуг. Коллеги, я тут сразу говорю, что мелко не видно, что, но в любом случае для вас это доступно. Вы можете зайти и посмотреть, вот что входит в тарифные планы, какой набор услуг. Так, ну и перехожу к завершающей части. Завершающие части – это тарифы, то, что больше всего интересует. Значит, смотрите, цены приведены на 3 профессиональных тарифных плана с годовой подпиской. Обращаю внимание, даже интересно, что вот цена на все тарифные планы лицензии, она одинаковая. Там 204 доллара с НДС в год. В чем же разница? Да, разница, как мы говорили ранее, это в количестве участников, да, это разница в объеме записи, которую можно делать в облаке, да, там вот при стандарте – это 1 гигабайт, при бизнес – это 1 терабайт, при интерпрайсе – это уже петабайт 1. И вот на что тоже важно посмотреть, обращаю внимание, что вот при бизнес-тарифном плане выбранном, да, то есть вот заказать одну лицензию на один хост нельзя, то есть там закупка уже от 10 минимальный пакет. В пакете интерпрайс закупка уже стартует от 50 хостов надо оплачивать уже одновременно. Так, что еще, какие тарифы на следующем слайде? На подключение терминалов, вот как мы говорили, да, лицензия «Коннектор», да, «Рум» – это для подключения по стандартам SIPH-323 любых терминалов, там E-Link, а не E-Link, а есть отдельная лицензия подключения именно терминалов E-Link, а там просто расширенный сервис, который можно сделать на терминале E-Link. Также, как опционально, можно расширить запись, можно увеличить емкость видеоконференций, а также есть вот возможность заказа портов для вебинаров, там две опции предлагаются на выбор, это 500 и 1000 вебинарных портов. Ну, вот это, наверное, все, как мне кажется, достаточно так интуитивно понятно с точки зрения лицензирования. Теперь, значит, по поводу заказа, еще на что обращаю внимание, для того, чтобы эту услугу продавать здесь заказчикам, для действующих наших партнеров, которые имеют соглашение с E-PIMATIC и с E-Link, действующий договор не покрывает возможность предоставления услуги данной для партнеров, поэтому надо будет нам с вами, у кого есть интерес к этой услуге, надо будет подписывать отдельный договор. Соответственно, обращайтесь к вашему менеджеру, с кем вы работаете в E-PIMATIC и, соответственно, начинайте процедуру подписания договора. Договор стандартный, он уже утвержден, поэтому процедура, надеюсь, много времени не займет. Кто не имеет партнерских соглашений, не знает, к кому обращаться, пишите на общий ящик почтовой E-PIMATIC и, соответственно, вот можно вот на этот адрес, здесь вот он указан, VCS E-PIMATIC.RU, и мы оперативно выделим менеджера, кто проведет уже работу с вами по предоставлению необходимых документов подписания договора. Так, вот, наверное, вот это основное, что мы на сегодня хотели рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok